Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш вебинар и мы сегодня поговорим о том, как сохранить зрение до глубокой старости вообще. И это возможно, хотя многие заболевания считаются возрастными и как бы вот они должны быть и всё. Но нет, вполне можно с этим бороться. И я рада, что у нас есть такая хорошая программа, составленная доктором Нитином Акровалом. Вот о ней сегодня и поговорим. Итак, всегда интересно, что Айурведа говорит о зрении. Летические писания говорят нам о том, что болезнь глаз – это нежелание видеть своё прошлое, настоящее или будущее. И часто мы не хотим видеть то, что происходит в нашей жизни. У нас есть даже такие поговорки, отговорки, что глаза мои не смотрели на то, что происходит и так далее. Видеть тебя не хочу. И вы знаете, я это поняла, ну, уже будучи врачом со стажем. И когда я поняла эту ситуацию, я начала всё вокруг рассматривать, очень внимательно рассматривать. Я и сейчас живу с этой привычкой. И даже дочь моя говорит мне, спасибо тебе, мамочка, за то, что я такая наблюдательная. Это же так интересно. И у меня, например, со школы было там минус один. Ну, как у отличников бывает зрение. И так оно и было, и было. И вот уже в 30 с чем-то лет я начала всё вокруг рассматривать. Очень внимательно. И потом случайно, ну, так просто поболтать зашла к своей подруге, к окулисту на работе. И посмотрела, села проверить зрение. И смотрю, всё вижу. Так здорово. Это было настолько вот чётко видно и понятно. Настолько чёткая связь. И вот вы знаете, с тех пор, до сих пор хорошее зрение. Хотя моя однокурсница в 40 лет вздохнула, сказала старость и одела очки. И она вот до сих пор не может поверить, что я без очков. Только когда видит, что я книгу читаю, так удивляется вообще. То есть, ну, я это к чему рассказываю? Что не должно быть в голове вот такого понятия, что всё старость. И нужно одевать очки. И значит, обязательно будут проблемы со зрением. С этим можно бороться. Вы знаете, тоже, когда я уже работала врачом. И мы дружили с самыми там прогрессивными докторами. Мы друг с другом дружили. Появилась девушка. Только закончила институт. Пришла работать окулистом детским. Иногда она заменяла взрослого окулиста. И люди же ходят по всем врачам, да, и всё рассказывают. Кто им что сказал, кто как себя ведёт, кто хороший, кто плохой. И вот мы столько наслушали жалоб, и потом говорили, Римма, пожалуйста, не говори сорокалетней женщине, что у неё старческое нарушение зрения. Ну скажи, что это возрастное, что с этим как-то надо бороться, что-то надо рекомендовать. Ну, это было просто вот сорок лет, так у вас старческая пресс-биопия, что вы хотите вообще? Вот хотим, чтобы этого не было, да. И, конечно, психосоматика тоже помогает. И то, что у нас сейчас называется психосоматикой, в Аюрведе было известно давным-давно. И нужно понимать, что все проблемы находятся не вовне, а внутри нас, в нашем сознании. И бороться с внешним миром бесполезно. И в первую очередь следует избавиться от внутренних омрачений. То есть не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. И принимать мир таким, какой он есть. И понимать, что люди тебе ничего не должны. И ты им тоже ничего не должен. И у каждого своя жизнь. И желательно на этот мир смотреть с радостью. Очень важно заниматься гигитациями, делать упражнения. Эти практики помогут избавиться от гнева. Вы знаете, глаза – это зеркало печень. Уши, как мы говорили, это зеркало почек, а глаза – это зеркало печени. И вот не просто же так говорят, не гневайся, печенку испортишь. И вот глаза от гнева тоже могут пострадать. Поэтому избавиться от гнева, различных страхов и обид, успокоить ум и нормализовать свое психическое состояние. Это легко, конечно, сказать. Иногда на это годы уходят. Вы знаете, однажды на приеме где-то в регионе у меня была чудесная женщина. И я теперь все время про нее рассказываю. Женщина в возрасте, говорит, лет 70 примерно. И она рассказывала, что раньше она переживала за всю на свете. Расстраивалась, обижалась, очень находилась всегда в таком стрессовом состоянии, сама себя вгоняла. А потом, она говорит, мне сказали, не расстраивайся. И я перестала. Все, легко и просто. Сказали, не расстраивайся. И я перестала. Да, действительно, зачем? Важно не допускать скверных мыслей и поступков, быть добрыми по отношению к другим и принимать все происходящее с благодарностью. Это очень ценные советы аюрведы, потому что аюрведа – это не просто пилюнку выпить. Это образ жизни. И в аюрведе дают очень много ценных рекомендаций по как раз коррекции этого образа жизни. Ну и процедуры очень интересные. Мы знаем, как в аюрведе любят умасливающие процедуры, как важно все умасливать. И вот смотрите, такая полоска из теста накладывается на глаза, туда наливается масло тепленькое. И в этом масле еще предлагают поморгать. То есть как бы омыть конъюнктивы маслом. И это считается очень полезным. И в общем-то страшного ничего в этом нет. Я когда-то давным-давно думала, что в глаза можно капать только какие-то строгостерильные капли. Пока не услышала, как моя подруга-окулист всем подряд рекомендовала разводить мед и капать в глаза для витаминизации, для профилактики возрастных заболеваний. И поэтому, да, масло тоже вот можно так использовать. Но, конечно, всегда это лучше делать в аюрведических клиниках. Например, у доктора Митина Агровала. И мы видели эту клинику, когда были у него. И наши девушки оставались на 10 дней. После того, как группа уехала и проходили такую мини-панча-карму. И, да, рассказывали, что такую процедуру тоже делали. Это действительно полезно и эффективно. И улучшает состояние зрительного аппарата. Ну и расслабляет, конечно, очень. А западная медицина, конечно же, все делит на болезни. И при этом говорит о том, что болезни глаз в 21 веке получили особое распространение. Что, в общем-то, и понятно. Где-то с 80-х годов в нашу жизнь плотно вошли компьютеры. Потом вошли смартфоны. И мы уже не мыслим себя без них. Это уже часть нашей жизни. Но вот интересно, что существует такой фотохимический, фотобиологический парадокс. Оказывается, мы видим мир только на свету. Только на свету. Мы не можем видеть его в темноте. Вы знаете, однажды мы с мужем пошли в Москве в кафе, которое называлось «В темноте». И это, в общем-то, такой социальный проект, чтобы люди зрячие ощутили на себе, как чувствуют этот мир люди, которые потеряли зрение или у которых не было зрения от рождения. И вот кафе было так построено, что выбираешь себе меню, там красное, синее, зеленое, желтое. И просто, и ты не знаешь, что в составе. А потом спускаешься вниз в подвал, проходишь три ряда таких занавесей, как в театре, очень плотных. В этом подвале нет никакого окна, мы нам еще просаживаемся, слепые официанты являются проводниками. И первое, что они говорят, не пытайтесь вглядеться в темноту. У нас темнота абсолютная. Вы не увидите ничего. Доверяйте нам и вот пробуйте блюдо из того меню, а потом вы выйдете и мы расскажем, что вы ели. И это было ужасно. Мне было так тяжело вообще. Поэтому очень важно все-таки сохранить свое зрение, не погрузиться в темноту. Так вот, мы не можем видеть этот мир в темноте, мы его видим только на свету. Но когда этот свет попадает через среды глаза на сетчатку, то он разрушает сетчатку глаза. То есть вы представляете? Это вот такая плата за то, что мы видим этот мир. И этот свет, попадая на сетчатку глаза, выбивает свободные электроны, запускает цепочку такого оксидативного стресса, повреждения, разрушения глаз. И обязательно нужна дотация антиоксидантов и пигментов, из которых состоит сетчатка глаз. Именно поэтому, чтобы у нас сохранялось хорошее зрение, наша еда должна быть цветная. Она должна быть оранжевая, желтая, зеленая, фиолетовая, красная. Почему так хорошо помогает черника для зрения? Потому что вот эти фиолетовые пигменты антоцианы, они питают сетчатку глаза и дают такую мощную очень дотацию пигментов. А мы помним из школьной программы, что на сетчатке глаза пигменты, палочки-колбочки. Так вот, их нужно питать и поэтому еда должна быть цветная. Именно поэтому нам нужны фрукты, ягоды, овощи, брокколи, лосось оранжевый. Если не можем вспомнить, какого цвета наша еда, значит, питаемся макаронами и картошкой. И для зрения это совсем не полезно. А мы сейчас вынуждены смотреть на источник света. Вот я читаю вебинар и я смотрю на источник света. А наш глаз не приспособлен смотреть на источник света. Мы мельком можем посмотреть на солнце. Мы одеваем солнцезащитные очки, потому что солнце нас лепит. Мы не можем смотреть на лампу. А наши телефоны и наши компьютеры – это источник света. И мы вынуждены на него смотреть. И поэтому в 21 веке болезни глаз получили такое широкое распространение. И поэтому нам особенно важно дотация антиоксидантов, пигментов, хорошие качественные компьютеры, не зависать с телефонами, использовать их для работы достаточно редко, не сидеть в соцсетях. И, конечно, постоянно антиоксиданты и дотация пигментов. То есть неблагоприятная экологическая обстановка, высокая нагрузка на орган зрения ввиду компьютеризации, неправильное питание и сопутствующие патологии. Ну, какие могут быть сопутствующие патологии? Гипертоническая болезнь, например. Сахарный диабет. Вы знаете, я работала эндокринологом в обязательном порядке. Два раза в год я всех своих диспансерных больных заставляла посещать окулиста, потому что окулист, офтальмолог – это единственный врач, который может посмотреть состояние капилляров. То есть он может посмотреть глазное дно и посмотреть, как выглядят капилляры. И как они выглядят на глазном дне, в таком примерном состоянии, они везде, во всех органах. Особенно это важно делать, начиная с 40 лет, если человек здоров, а если есть сопутствующая патология, то и раньше. Бывали ситуации, когда я направляю больного своего диабетом первым типом, он идет сразу же от меня к окулисту, после этого она ко мне приходит и говорит, ты знаешь, приходил твой больной, так вот жить ему осталось пару месяцев. Я говорю, да ты что, у него сахара в норме, он выглядит хорошо, он себя вроде чувствует неплохо, и жалоб у него особых нет. Сосуды засахариваются, образно говоря, состояние очень тяжелое. Да, действительно, в течение где-то месяца он погибал. Потому что очень важно состояние сосудов, по которым доходит питание до всех органов и тканей. И если питания нет, то органы не могут жить организмом, если он не получает питание, он погибает. Если в тканях нет питания, это все некроз, гангрена, в сердце нет питания, инфаркт, мозгу, инсульт и так далее. Однажды была ситуация, когда в терапевтическое отделение поступила непонятная женщина и в достаточно тяжелом состоянии. И вызвали консилиумы врачей, каждый специалист посмотрел и каждый высказывал свое мнение. И все мы были как-то в недоумении, пока не пришла окулист, посмотрела глазное дно, открыла атлас, показала нам и сказала, жить осталось 3 дня. Фигура звезды на глазном дне. Почечная патология. Женщина лет 35, трое детей за 3 дня погибла. То есть вот понимаете, это я к чему, что никто не хочет ходить к врачу. Но есть такие обследования, которые нужно делать обязательно. Вот их просто нужно делать и все. Поэтому осмотр окулиста в плановом порядке хотя бы раз в год, если все хорошо, и чаще, если есть проблемы, это нужно делать обязательно. Особенно, если есть риск повреждения сосудов. И самый большой риск это повышенный сахар и курение. Ну и гипертония тоже. Далее, например, тиреотоксикоз. Не так часто встречается, но тоже вот сопутствующая патология экзофталиум, когда глаза выпячиваются наружу из-за отека клетчатки из-за глаза. В такой глазной впадине. Потом шейный блок. Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника. Либо вот синдром позвоночной артерии. То есть нарушается кровоснабжение мозга. Соответственно, страдает кровоснабжение глаз. Потому что глаза это часть мозгов. вынесенное наружу. Поэтому, если есть сопутствующая патология, то, конечно, раньше заниматься этой проблемой. Ну, в каждом возрасте свои риски для глаз. Дети до двух лет у них может быть инфекции какие-то. Конъюнктивит. Старшая близорукость, дальнозуркость, астигматизм. Обычно это бывают генетические проблемы, раз они так рано проявляются. То есть если у обоих родителей есть какие-то проблемы со зрением, то бывает ребенок уже рождается с стигматизмом, нарушенной кривизной хрусталика. Это корректируется только линзами. Дальше у детей очень часто травмы. То есть я видела семья многодетная, пять детей. одному ребенку ножиком попали прямо в глазное яблоко, оно вытекло. Все. Дальше уже ждать, пока ребенок вырастет, череп сформируется и просто искусственный глаз. Или там мальчик с девочкой семья, еще знаете, в то время были такие рогатки и пульки. то есть кусок пролоки загнутой в виде пульки. Попал своей сестре в глаз. Еле спасли. То есть детей как-то надо защищать от травм, по крайней мере объяснять, рассказывать. Они же не понимают, что это бывает так серьезно, что можно без глаза остаться. Дальше начинаются аллергические заболевания, воспаления, аллергический конъюнктивит. Я наблюдала такого ребенка, когда начинался период цветения, даже еще раньше, когда сходил снег и из Европы уже приносило пыльцу цветущих деревьев. И у ребенка начинался конъюнктивит. Он ходил с красными глазами, он сделал стрижку себе стильно, на него все смотрели, ему это очень нравилось. И так было лет пять, пока они не попали ко мне, и я не объяснила, что нужно правильно питаться и восстанавливать микрофлору в кишечнике и лечить синдром дырявой кишки. И мама сказала, господи, но я никогда не связывала состояние кишечника и глаз. Ну, наконец-то стало понятно. У нас, кстати, если вы заметили, в программе есть комплекс, который помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта. Далее бывают цветные линзы, если неправильно их носить, синдром сухого глаза или, наоборот, слеза постоянно. Опять же, из-за перенапряжения, из-за работы с компьютером. Вот, из-за нехватки цинка. Синдром сухого глаза или, наоборот, слезотечение. Потом бывает отслой косетчатки, тяжелая патология. Дальше уже идут возрастные такие заболевания. То есть пресс-биопия, когда человек видит хорошо вдаль, но не может видеть плеси. А если в школьном возрасте развивается близорукость, начинается со спазма аккомодации, потом близорукость, из-за того, что целиарные связки, которые удерживают хрусталик, они сжались, и хрусталик не может поменять глаз, не может поменять кривизну хрусталика для того, чтобы видеть вдаль. То здесь уже наоборот начинается растяжение этих связок, может быть глаукома, повышение внутригласного давления, дальше катаракта, помотнение хрусталика, сопутствующая патология, и еще такая деструкция стекловидного тела. Тут есть две теории. Олег Викторович объясняет это накоплением токсинов в глазном яблоке. Опять же, Айурведа говорит, что глазному яблоку не хватает питания. и начинается появляется черные мушки перед глазами фиксированы, никуда не деваются и лечится это путем восстановления организма в целом как системы, чтобы всем плеткам хватило, тогда и стекловидному телу хватит. Поэтому, конечно, нельзя из организма как системы вытащить глаза, пролечить их и вставить опять в систему. Все лечится в комплексе восстановлением организма в целом. И поэтому вот программа составлена доктором Нитином Агровалом в общем-то 7 бед 1 ответ. То есть о каких бы проблемах со зрением мы не говорили, все равно эта программа будет всегда полезна. Но надо помнить, что это не первоочередная программа, что нужно восстанавливать организм как систему и вначале должна идти хотя бы стартовая программа, детокс программа, улучшение пищеварения, а потом уже программа зоркий взгляд. Тогда она будет наиболее эффективна. Итак, смысл программы. Шаг 1. питаем нервную систему. Уже сказала, что глаза это часть мозга, вынесенные наружу по сути мозг. и близ мент у нас комплекс широкого спектра действия, который укрепляет и центральную нервную систему, периферическую, головной мозг, спинной мозг. то есть питает, вводит токсины, успокаивает, снимает напряжение. Это тоже очень важно, уравновешивает эти процессы возбуждения и торможения, помогает мыслить позитивно. То есть то, с чего мы начинали, что нужно радоваться этому миру, сходить и рассматривать, и радоваться, как все хорошо, вот напьешься плюс миндой, так хорошо все спокойно на душе, плюс устойчивость к стрессу. Вы знаете, вот ко мне на консультацию больше всего людей приходят с высокой ватой, которые живут в постоянном стрессовом состоянии. Но это вот наиболее часто. В общем-то Олег Викторович при обучении говорил то же самое, что люди с высокой ватой будут приходить к вам чаще всего. И это в общем-то говорит, что нет вот такой психогигиены, нет умения управлять мыслями, управлять своим психосоматическим состоянием. И может быть, знаете, в нашей стране ну такое отношение сформировалось, что если человек спокойный, значит, он бесчувственный, равнодушный. А вот если он нервничает по каждой ерунде, значит, он такой чуткий, душевный, такой, значит, хороший человек. этот хороший человек настолько себя истощает, что потом приходит с уровнем энергии 20, 20 ко мне приходили, понимаете, при норме полторы-три тысячи. То есть, ну, нельзя так. Конечно, и глаза тогда начинают недополучать ни энергии, ни питания, ни кровотока. и очень быстро разрушаются. Поэтому блеснинт помогает смотреть спокойно на этот мир, помогает расслабить мышцы, глаз, помогает снять напряжение сосудов при повышенном давлении, улучшает приток питательных веществ к мозгу, к нервным клеткам, снижает умственную усталость, улучшает концентрацию, внимание, память, то есть, все функции головного мозга. И поэтому очень рекомендуется его использовать. Видите, прямо номер один близ мил. Потому что в составе мы видим такие растения, как цинтелла азиатская, это тоник для головного мозга, терминали ажджуна, тоник для сердечно-сосудистой системы. Растения, которые выравнивают процессы возбуждения, торможения, питают все ткани и растения, которые улучшают проводимость питательных веществ и поэтому этот комплекс имеет очень высокую биоусвояемость. Вы знаете, зачастую, когда доктор Нитин Агровал ведет прием и пульсовую диагностику бывают такие люди, которым назначают пожизненно пить Близнин. То есть его можно пить постоянно, если есть такая необходимость. Или пить до тех пор, пока возникнет ощущение все достаточно, все успокоились, все хорошо. Второе, вместе с Близнингом, когда сочетается энерго-близ, то вот именно вот эта комбинация двух комплексов помогает значительно улучшить зрение, потому что снимается спазм мышц глазного яблока. Значит, я расскажу это более подробно. Наш глаз способен к аккомандации. Что такое аккомандация? это способность менять кривизну хрусталика. Дело в том, что исторически человеку более важно было смотреть вдаль. Нужно врага там увидеть, мамонта увидеть, добычу. И когда человек смотрит вдаль, у него вот эти целярные связки, которые удерживают хрусталик, они в спокойном, расслабленном состоянии. Когда человеку нужно что-то делать вблизи, читать, писать, водить машину, то эти целярные связки, они должны сжаться и растянуть хрусталик, поменять его кривизну. И тогда человек способен что-то делать вблизи. вот такая проблема начинается у школьников, когда они много читают, но делают много работы вблизи. А сейчас еще школы компьютеризированы, дети постоянно с компьютерами. И вот эти связки сжимаются, они спазмируются, все, они растянуться, не могут расслабиться, и человек не может видеть четко вдаль. И в таком случае, как это лечили раньше, гимнастика для глаз, гимнастика для аккомандационного аппарата, какая вот классическая, да, вот так смотрим на палец, и близко, и по друге, ну классика. И делали трепенизацию, сейчас наверное что-то другое, но смысл в том, что на три дня расслабить мышцы, и тогда зрачок широкий, и человек не может три дня читать, ну ничего страшного. Так вот, энергоплис вместе с близминдом помогают снять спазм аккомодации, потому что если его не снимать, далее развивается близорукость, вот, и потом уже глазное яблоко начинает увеличиваться в размере, и если близорукость уже минус семь, минус восемь, там уже только оперативное лечение. А если меньше, то как проводят лечение? Оперативно надсекают эти связки, чтобы они как-то растянулись и стали длиннее, и человек мог видеть вдаль. в долгосрочной перспективе это не очень хорошо отражается на зрении. Вы все-таки понимаете, в первую очередь глаза нужно питать. А человек ничего не делает, идет, делает операцию, рассекает связки и думает, все, решил проблему. Пройдет там лет 10 и начнутся другие проблемы со связками. Поэтому энергоплиз очень важен для улучшения микроциркуляции. и улучшения тонуса сосудистой стенки. Потому что глаза лечатся через улучшение кровотока. Плюс мы знаем, что энергоблиз это комплекс, который дает питание первой ткани тела, из которой формируется вторая, второй, третья и так далее до седьмой ткани тела. То есть первая ткань тела раса это плазма с растворенными питательными веществами, которые кровью потом разносятся во все органы и ткани. И энергоплиз это аюрведическая рассояна, это клеточное питание. И мы видим мощные такие растения с сильными питательными антиоксидантными свойствами, потому что как я говорила ранее, важно защищать сетчатку глаз. Мы видим виноград. Есть целая наука, которая изучает все свойства винограда. Гранат королевский фрукт, потому что у него тоже есть корона, тоже сильнейший антиоксидант. Амла это растение мать, растение сиделка, которое питает. И еще один миробалан харитаки, тоже царь против всех болезней. Мы видим шатавари, тоник для репродуктивной системы, видим пуэрарию лобату. И видим минералы, которые тоже необходимы для наших глаз. То есть универсальный такой мощный питательный комплекс клеточное питание. Далее успокаиваем и питаем, продолжаем питать нервную систему. Для этого есть комплекс мимо HENS, основное значение которого улучшение памяти, всех функций мозга, концентрации, способность к обучению. Это тоник для мозга, он снимает умственную усталость. Особенно хорошо он подходит к детям. И вот сейчас сентябрь дети пошли в школу после большого перерыва летнего, после этого коронавируса. И для детей это стресс. И пожалуйста, родители, услышьте меня. Возьмите своим детям мимо HENS. Возьмите. Пусть дети хорошо учатся. Пусть у них сохраняется зрение. Пусть они из школы выйдут с нормальным зрением, потому что 70% школьников в школе теряют зрение. Это ужасно вообще. Поэтому мимо HENS в первую очередь помогает детям хорошо учиться и запоминать. Но также помогает и взрослым людям, потому что все, что питает головной мозг, это бесценно. Очень важно сохранить мозг, интеллект до глубокой старости. мимо HENS опять же мы видим, что растения дублируются как в Блисминзе. Есть центеллоазиатская тоник для головного мозга Котукола. Но растения одни и те же в разных пропорциях, в разном соотношении, в разных комбинациях значительно усиливают друг друга. Мы видим цикорий источник инулина, кстати, который питает микрофлору и обладает мощным очищающим действием на кровь. Это растение кровоочиститель. И глазам не все равно, какая кровь через них протекает. Очень важный кровоток. Мы опять видим англоиндийский крыжовник. Спакинарт уравнивает процессы возбуждения и торможения. Мы видим специи, которые с одной стороны выполняют роль проводников, питательных веществ, а с другой улучшают микроциркуляцию. Солодка растения с гормоноподобными веществами, сельдерей, фенхель. То есть мы видим, что даже в тонике для головного мозга есть растения, которые действуют на огне, огонь пищеварения. Потому что огонь пищеварения зависит, вернее интеллект в первую очередь зависит от огня пищеварения. И в каждой таблетке трада есть растение для огни. Вы знаете, недавно была такая ситуация. Ко мне на прием привезли женщину 81 год, вес 40 килограмм, при росте там метр 60 лет. Она до 75 лет работала старшим научным сотрудником в Темирязевской академии. Она биолог. Они проводили постоянные опыты на лабораторных крысах. и вот в 75 лет она поняла, что она теряет память, что она может навредить этим бедным животным, что ее опыты могут быть неправильны, что она не может руководить коллективом, что она уже не способна работать. Плюс ей сделали подшивание матки по системе переджи через прямую кишку и у нее там незаживающая язва постоянно. И вот и диагноз деменция. Старческое слабоумие и невозможность уже выразить свои мысли. И вот вы знаете, когда говорят, что мозг надо тренировать, я встречалась с такими утверждениями, что если вы будете до глубокой старости изучать иностранные языки, отгадывать головоломки, нагружать мозг, тренировать, вам не грозит слабоумие. Ага, как же не грозит. Вот если у человека до глубокой старости свои зубы, хорошее пищеварение, свой желчный пузырь, аппендикс на месте, пищеварение хорошее, аппетит здоровый, вот тогда вам слабоумие не грозит. Вот так. И понятно, что если у женщины вес 40 килограмм, какой там огонь пищеварения, она сухая вся, пришла одни косточки. я была вынуждена в первую очередь назначить ферменты, пищеварительные комплексы и объяснять, что на самом деле происходит. Конечно, я не против того, что мозг надо нагружать. Конечно, когда мозг тренируешь, то образуются новые нейронные связи и вещество мозга уплотняется. Но прежде всего мозг нужно питать и кровоснабжать. И поэтому правильно говорит Айурведа, что огни это интеллект, интеллект в каждой клетке. Глаза лечатся только через улучшение кровотока. И поэтому Дживана Близ в этой программе обязательный комплекс. Я пять лет занималась кемосканированием, только кемосканированием и все. Я тогда очень много поняла про свой организм. И однажды ко мне на прием пришла доктор, офтальмолог. С удивлением увидела свою кровь. Увидела эритроциты склеенные в монетные столбики, нарушение микроциркуляции. Была страшно удивлена вообще, как такое может быть у нее. И сказала, что мне нужно всех моих коллег привести к вам и показать. Потому что любые заболевания глаз лечатся только через улучшение кровотока. Только через улучшение кровотока. Поэтому и Близ Минт, и Энергоблиз, и Отжас Пушти, и особенно Дживана Близ для улучшения микроциркуляции. Где самые тонкие капилляры в организме? Это глаза. И вот в глазу мы можем видеть эти капилляры. То есть врач увидит наглосное состояние, а мы можем к зеркалу посмотреть и увидеть капилляры. И вот такие же они и в почках. Поэтому почки тоже лечатся только через улучшение кровотока. Поэтому Дживана Близ у нас есть и в почечной программе, и в сердечно-сосудистых программах. И что очень важно, я уже говорила, что при сахарном диабете повреждается внутренний слой сосуда. Сосуд изнутри он как бы засахаривается. Медицинским языком это называется глюкоза. токсичность. То есть постоянное повышение сахара в крови пропитывает внутренний слой сосуда эндотелий. Просвет сосуда сужается. Плюс кровь густая вязкая как сахарный сироп не может пройти. И страдают органы с самым тонким капиллярным кровотоком. Глаза, почки, руки, ноги. Поэтому наша компания от РАДА запускает марафон «Жизнь без сахара». И я вот двумя руками за. Это вообще очень правильный марафон с целью выработать самую правильную привычку в жизни, которая поможет сохранить не только зрение, и мозг, и интеллект, и тело, избежать злокачественных опухолей и так далее. И мы будем об этом говорить, я думаю, целый месяц. Поэтому, пользуясь случаем, раз разговор зашел, присоединяйтесь к нашему марафону, следите в инстаграме, то есть по условиям набирается 20 человек, это, конечно, очень мало, но все остальные могут следить за марафоном. И я думаю, будет, конечно, общая информация будет и закрытая, и будет какая-то общая, и результаты будут, и, возможно, это все будет повторяться, это крайне важно. И вот только Дживана Близ обладает свойством защищать внутренний слой сосуда от повреждения быстрыми углеводами. Пожалуйста, запомните, это крайне важно, потому что нет кровотока, нет ничего, ни зрения, ни слуха, ни почек, ничего. Поэтому Дживана Близ у нас содержит масло черного тмина, которое обладает мощным ранозаживляющим, регенерирующим действием, также противовоспалительным, улучшает микроциркуляцию, дотация антиоксидантов. Мы видим чеснок, это природный антиагрегант. И там, где с возрастом назначают врачи кардиомагнитом, аспирин, тромбаз, врачи аюрведы рекомендуют чеснок. Базовый кардиологический комплекс, который у нас ходит и в состав кардио-блиса тоже. Имбирь для улучшения микроциркуляции и масло льна. Омега-3 это структурная единица мозга и сетчатки глаз. Поэтому Джованно Близ в этой программе дает материал для обновления сетчатки глаза и для обновления мозга. То есть Джованно Близ содержит вещества, из которых состоит мозг и глаз. Поэтому Джованно Близ для сохранения зрения крайне важен. Во-первых, материал, во-вторых, противовоспалительное действие, в-третьих, выводит токсины, в-четвертых, улучшение микроциркуляции. То есть рекомендуется вообще пить и пить и пить. Если особенно есть какие-то проблемы со зрением, еще есть возраст, возрастная макула, макулярная дистрофия. Макула это пятно, желтое пятно на сетчатке глаза размером с булавочную головку. Это зона, которая отвечает за прямое видение. Писать, читать, шить, вязать, машину вести. Вот. И если не хватает пигментов тоже, то она быстро разрушается, начинается дегенерация. Так вот, опять же, масло черного тмина, это дотация пигментов. Очень ценный комплекс, не просто так называется возрождение, перерождение. трефолакс. Вы знаете, когда я изучала эти программы, я очень удивилась, почему в программе для зрения трефолакс. Ну, я понимала, что составил нити на граво. И у меня нет никаких сомнений по поводу правильности программ. Хотя я, может быть, сделала по-другому, но я в таком случае просто не сомневаюсь, а изучаю логику еще. Вот ответ. Так вот, как я вам уже сказала, основа основ это огонь пищеварения. И трифолакс у нас выводит все токсины, очищает желудочно-кишечный тракт, помогает восстановить микрофлору, улучшает усвояемость, потому что если нет усвояемости, глазам не хватит питания. И вот как люди с деменцией, у них же мозг голодный, и они едят, 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 они забывают, что они поели, они обижаются, что их не кормят, опять едят, едят, и вес 40 килограмм, а толку, если все это не усваивается вообще, и все клетки голодные. Поэтому трифолакс очень важен для обменных процессов, для усвоения, для детоксикации. Вот, поэтому это классика аюровидической медицины, это комплекс, который у нас продается лучше всего, то есть в нем самая большая потребность, и по сравнению с классической формулой, которая называется трифола, трифолакс действует 6-7 раз эффективнее. То есть одна таблетка трифолакса весом 1 грамм по эффективности равна 6-7 граммам чистой трифолы. Потому что, во-первых, усилена фенхелем, роза индейской, и произведено по концепции санюк из ханскар с применением процесса бхаваны, что многократно усиливает эффективность и результат. Поэтому трифолакс это вообще тот комплекс, который можно пить целый год, пить и пить и пить. Он не только выводит токсины, но и питает ткани тела. аюрведическая рассояна. Принимать программу легко и просто. и смотрите, блесминк утро-вечер и также в паре дживана-близ утро-вечер. Мимохинс по чайной ложке три раза в день. Можно просто пить чистый сироп, а можно разводить в воде и пить как такой приятный чай. Энергоблиз днем и вечером. Трифолакс две таблетки на ночь. А длительность этой программы от одного до четырех месяцев. В зависимости от проблемы изначально. Индивидуальная непереносимость компонентов является противопоказанием, ну и близминк ограничения при беременности одна таблетка. В общем-то у остальных комплексов нет ограничений. При индивидуальной непереносимости лучше начинать потихоньку аккуратно с одного комплекса с меньших дозировок. Таким образом резюмера все вышесказанное с точки зрения Айрведы основными причинами приводящими к ухудшению зрения являются нервное истощение, недостаточное питание, недостаток отдыха, нарушенное кровоснабжение, нарушение функций кишечника и избыток токсинов. И программа для зрения составленная в Айде у врачам Айрведы учитывает все эти причины. И сочетание айрведических комплексов помогает расслабить мелкие мышцы глаз, значительно улучшит кровоснабжение питания и энергообеспечение. Это тоже важно. Я не сказала, но Джованно Близ это базовый субстрат для выработки энергии, для энергообеспечения. И все это помогает значительно замедлить возрастные процессы ухудшения зрения. Вы знаете, как-то давно я разговаривала с врачом окулистом, и она сказала, как только у моей мамы в 60 лет ухудшается зрение в Близи, когда она хуже видит в Близи. Я отдаю мощную программу для зрения на полгода, и у нее снова зрение хорошее. Поэтому и в 60 лет, и в 70 можно сохранить здоровое зрение. И вы знаете, еще есть такой парадокс, что вот эти дегенеративные заболевания глаз, как вот макулярная дистрофия сетчатки, глаукома, катаракта, их можно предотвратить, вылечить нельзя. Поэтому когда речь идет о заболеваниях глаз, на первое место выходит профилактика. Помните, пожалуйста, об этом. Используйте программу, рекомендуйте детям. Детям тоже можно эту программу. Значит, до 10 лет половина взрослой дозировки. Ну, понятно, с 6 где-то до 10 лет, когда ребенок пошел в школу. А с 10 лет дается взрослая дозировка. Поэтому в сентябре возьмите для своего ребенка или всю программу, или хотя бы что сможете. Обязательно пропейте сами. Вот, потому что наступает осень, такие темные какие-то времена, и очень хочется радости, расслабления, такого релакса. И программа тоже помогает, энергию дает. И, пожалуйста, делайте гимнастику для глаз. Самую простую, глазами влево-вправо, вперед-назад, по диагонали и разные там восьмерки крутить. Я лично каждое утро делаю гимнастику ХАДУ, четыре буквы ХАДУ. И в этой гимнастике, которая состоит вот 30 минут, можно себе выделить, 30 минут, проработка позвоночника всего, проработка тех мышц, которые не задействованы в обычной жизни. Потом гимнастика для лица. И когда лицо разогрето, туда прилила кровь, тогда гимнастика для глаз и заканчивается все гимнастика для аккомодации. Поэтому делайте, пожалуйста, и сохраните свой зоркий взгляд на долгие годы и помогите другим информацией нужно делиться. Да, Ольга, после еды по два-три комплекса принимать это нормально. Я, бывает, даже больше принимаю. Пять комплексов в день это нормально, хорошо, правильно. Так, вопросов больше нет. Вопрос я ответила. Все, спасибо. Все, всем спасибо, до свидания. Да, спасибо всем за участие, всего хорошего.